Привет, друзья! Вы смотрите канал «Успешная иммиграция» с Еленой Вивас. И сегодня я решила к нам в гости пригласить очень успешного иммигранта. Поскольку, видите, она улыбается, значит, всё прекрасно и успешно. Катерина. Ссылки на все социальные сети Катерины будут внутри видео, внизу видео. И сегодня мы поговорим о том, как Катерина решилась на этот шаг, потому что решиться самое сложное в иммиграции, я считаю, сделать вот этот шаг, собрать чемодан, купить билет и отправиться туда, куда вы мечтали отправиться. Вот. И сейчас узнаем, как это удалось сделать Катерине. Катерина, ну, сначала, да, немножко, откуда вы, чем вы занимались в России, как складывалась жизнь в России? Хорошо. Я... Всем здравствуйте, добрый день, добрый вечер. Не знаю, в какое время вас застало это видео. Меня зовут Катерина ещё раз. И я из Москвы. Я всю жизнь провела в Москве. Но путешествия для меня никогда не были чем-то необычным. И я всегда знала, в принципе, что рано или поздно я поживу где-то за границей, либо какое-то время, либо я перееду, либо я в разных местах поживу за границей. Но я точно не знала, как. Вот. С детства достаточно много путешествовала, потому что у меня родители любили куда-нибудь вылезти. Вот. И как-то у меня такая привычка появилась. А, поэтому, да. Был заведённый, да? Что? Моторчик всегда был заведённый. Ну, да. Я уже привыкла. Я не представляла, как можно не ездить за границу, как можно не говорить на иностранных языках. Я на трёх иностранных языках говорю. Вот. Поэтому, да. У меня первый французский, потом английский, потом итальянский. Я решила, что мне не хватает. Подход к эмиграции. Да, да, да. Я была подготовлена. Всегда. Вот. Рассказать просто перед переездом, где я работала? Ну, да. Наверное. Как вот оно в России жилось и почему всё-таки эмиграция случилась? Ну, мне жилось хорошо. Я считаю, что хорошо там, где я. Поэтому... Подход я тоже всегда так считаю. Хорошо там, где есть я. Да. Вот. Прямо непосредственно... Я не буду рассказывать всю свою историю. Нам достаточно много всего интересного, но я уже так сужу сроки. Перед тем, как я переехала, я работала в глобальных продажах. Я была аккаунт-менеджером в сети Marriott International. Мариотт. Знаете, вот эти отели Marriott. На самом деле, это огромная сеть, которая владеет 30-ю другими сетями, в том числе и лакшери сетями, там, Брис Карлтонс, Антриджес, Дабу Ю и так далее. Вот. То есть все вот эти классные-классные отели. Мне хотелось путешествовать, да? Да. И я путешествовала, да. Потому что с клиентами. У меня были достаточно такие большие клиенты, которые букируют, делают большие бронирования по миру в этой сети. Вот. Поэтому я часто с ними ездила, показывала им отели в разных странах, в разных городах. Мечтная работа. Наверное, мечта многих. Да. Ну, звучит как мечта. И в целом это действительно была классная работа. Но у меня не было такого, что я прямо вот душу вкладываю, если честно. Я очень уставала, потому что на самом деле... Ну, это звучит классно. Это здорово. Действительно классно. Но это очень много энергии. То есть это прямо... Я из телефона не вылезала сутками. Из рабочего телефона. То есть я вот так вот постоянно была в таком положении, в почте. Поездки, ну, там, спишь ты по 4-5 часов, потом вот так вот, вот так вот так. Он русский менталитет. В одном из видео я рассказываю, чему я научилась в Испании. Жить, как испанцы. Работать, чтобы жить. А русские живут, чтобы работать. Ну, еще и в целом сфера такая, когда клиентов много, и они важны, и ты, естественно, всегда на связи. Ну, наверное, у меня было недостаточно рвения внутреннего, да, чтобы там остаться. Вот. И так как у меня уже был молодой человек-американец, с которым мы познакомились в Москве, когда он путешествовал по миру. Он тоже такой объехал всю Латинскую Америку за год. Потом решил, а чтобы мне в Россию не съездить, поехал в Россию. Крим, заходил с Крима русского? Ну, он до этого был тоже в Москве. Он влюблен в этот город абсолютно. Поэтому это неправда, что иностранцы как-то сложно их затащить в Россию. Вот его не вытащишь из России. Там куча его друзей тоже приехала, по его примеру. То есть я назнакомилась со многими американцами и с латиноамериканцами. Плюс еще FIFA тогда была. Вот этот World Cup. Поэтому вот. Но ему пришлось уехать домой, потому что путешествия закончились. Надо возвращаться в реальный фонд. Итак, в Москве вы познакомились с американцем. Да. С которым у вас завязался роман. О, роман. Я давно не слышала этого слова. Вот. Да. И мы были какое-то время на расстоянии. И каждый месяц-два мы... Мало того, что я по работе все время путешествовала, я еще и по 15 часов метала в Америку туда-обратно. Вот. Да. Не знаю, откуда были все эти силы. Вот. И да, через какое-то время он уже такой, ну давай, ну хватит уже, ну все, уже невозможно. Вот. И мы подумали и решили, что будет более целесообразно, если я перееду к нему. Он попытался найти работу в России, но у него, ну так себе, знание языка. И вы не говорите, что я так сказала. И да, решили, что мне будет проще, наверное, здесь как-то привыкнуть. Плюс я никогда не была против. Мне кажется, это здорово. Почему бы не повык США, да? Вот. И да, вот так. Но я решила не переезжать сразу. Я не знаю, может быть, у вас какие-то другие вопросы, а то я уже перехожу к переезду. Я уже, наверное, закончила с тем, что было до. Так интересно рассказывать ей, да, язык. Хорошо. Вот. Но перед тем, как переехать, я подумала, что пора делать все, что я хочу. То есть я как раз занялась медитациями, духовным развитием, плюс я всегда была в психологии. Хоть я филолог по образованию, я закончила МГУ, а в оплате — это филфак, в оплате — это невеста. Вот. Во всем мире. Да. Вот. Я также всегда параллельно обучалась в психологии, проходила всевозможные курсы, обучение, сама проходила терапию, потому что я считаю, что это очень полезно. Не обязательно быть нездоровым. Но это уже отдельная тема. Вот. И да, и я подумала, что вот момент. Я могу не работать. У меня есть я там могу продать машину, продать какие-то вещи, раздать и так далее. Плюс у меня была квартира, ну, она и есть, квартира. Я ее отдала сестре младшей, чтобы что-нибудь поставить. Мне тоже. Да, вот. И, ну, я подумала, как бы, вот сейчас момент, да, когда я могу делать все, все, что я вот когда-то откладывала, там, не знаю, съездить туда, сделать вот это, какие-то такие вещи, которые мы... Ой, когда-нибудь было бы здорово, да. Мне кажется, у каждого есть такое в голове, такие моменты. Вот. И я как раз... И вот этот вот толчок. Да. И я такая, все, начинаем. Что, вот момент, как бы, зачем сейчас экономить? Я сейчас живу, может быть, не будет меня завтра, да, или кому это все? Вот зачем? Вот. И я начала... Я всегда, например, мне было интересно взять консультацию у астролога. Окей? Мне всегда хотелось там пройти какой-то там курс по медитации, медитировать каждый день в 6 утра. Пожалуйста. Мне всегда хотелось там еще что-то. Ну, в основном это были поездки. Поэтому я создала план. Окей, тут я путешествовала, тут я буду путешествовать. Вот эту часть я плохо знаю. Вот я хочу туда. Вот. Я создала себе план. Нашла такой сайт. Есть сайт. Мне кажется, зрителям будет полезно. Workaway.info. Да. Можно... Я могу скинуть вам, Елене, ссылку. И мы потом внизу видео оставим эту ссылочку. Да. Это сайт, на котором можно найти волонтерскую деятельность просто везде. Просто во всем мире. Там, ну, от 180 стран, там больше 180 стран. Понятно, что сейчас, может быть, в пандемичные времена это не очень актуально, но нам будущее – это здорово. Вот. И там вот эти хосты, к которым можно приехать и бесплатно за то, что ты делаешь какую-то работу, жить. Где-то там и с пропитанием тоже, с какой-то там интересностями, поездками, экскурсиями и так далее. Очень здорово. И я нашла там все, что меня интересовало. В основном это были там отели, ну, с маркетингом помогать, например, с продажами. И, ну, обучение, так как у меня языки. Вот. Ну, и я понаписала всем. Мне кто-то ответил. Самое интересное – это было на Шри-Ланке. Там был как раз сезон китов и быть фотографом. И снимать китов из вертолета. Вот это было. Но, к сожалению, у них как раз там момент был, когда то ли уже кто-то был, но не получилось. Я прямо просто была в печали. Хотела китов. Какие волонтеры нужны, чтобы фотографировать китов, да? Ну, с навыками, конечно, с компьютером подходящим и так далее. Ну, господи, я бы там все сделала. Хочула бы новый компьютер и китов бы подкинула, да? Я бы китов бы отправиться по волонтере. Да-да-да, конечно. Вот. Ну, это ладно. Я нашла тоже классные места. В итоге остановилась на Шри-Ланке, Яви в Индонезии, Бали, Южной Корее и все это вишенка на торте Гавайи. Ну и проехалась я вот по этим странам. И потом уже после... Там было много всего. Это было несколько месяцев просто самых незабываемых в моей жизни. Вот. Я просто... Я даже сейчас говорю, у меня глаза начинают слезиться, потому что... Ну, это просто невероятно. Вот если есть... Найдите возможность. Не надо говорить, если есть возможность, найдите возможность и сделайте это хоть раз в жизни. Слушай, скажи, если есть возможность, скажут... Нет, у меня нет такой возможности. Да, создайте возможность. Вот я создала возможность. Я перестала. Я сказала себе, я делаю все, что я хочу. Вот с этого момента. Вот. И да. И потом уже с Гавайев я переехала в Колорадо, где я живу сейчас с моим молодым человеком. Вот. И здесь уже тоже другая история. Я люблю истории такие послушать. Да. Мы на самом деле... Для того, чтобы... Сначала я приехала... У меня была туристическая виза, которую я получила еще давно. Вот. Для того, чтобы тоже приезжать сюда, в США, как турист. Я приехала по туристической визе. В связи с чем у меня также на Гавайях меня очень-очень пошмонали. Потому что всегда надо иметь билет из страны, в которую ты въезжаешь. Теперь я знаю это очень хорошо. Сколько раз, и это первое, что тебя на въезде в страну спрашивает, это обратный билет. А я как бы... Я просто уже настолько напутешествовалась. Меня, видимо, уже все, ну, как бы отлетело. Вот я уже была не в США. Вот загнула про США, потому что я до этого так легко объезжала и выезжала. Меня, по-моему, даже не спрашивали. Там у меня столько штампов этих было. А на Гавайях оказалось, потому что там военная база, там просто максимально жестко всех проверяют. Вот. Это тоже долгая история. Вот. Ну, когда я приехала уже в Колорадо, сюда, в Денберг, я сначала несколько месяцев просто здесь побыла по туристической визе. Я неуспешно попыталась найти работу в отельной сфере. И хорошо, что я ее не нашла. Вот. Забегая вперед, потому что сейчас я начала уже с вами... Да, там? Что? Вроде. Сети Мариот нет в этом городе. Есть, конечно. Тут они каждые пять метров везде. Я не знала, что там есть особые условия, по которым иммигранты должны устраиваться. Потому что резюме-то у меня хорошее. Оказалось, что они даже не смотрели мое резюме, потому что с приходом Трампа в какой-то момент, год или два назад, оказывается, изменил условия для иммигрантов. Вот. И они даже мое резюме не смотрели, потому что я там одну галочку не там ставила. Вот. Дабы не обманывать. Вот. Потому что, ну, конечно, все надо делать честно. Вот. Ну, короче, да. Они даже не смотрели мое резюме, а я и не знала несколько месяцев об этом. Такая решила. Кидаю, кидаю. Думаю, почему не получается ничего. Вот. Ну, не суть. Сейчас я начала коучинговый бизнес, так что все хорошо. Вот. И мы решили через несколько месяцев пожениться. Ну, как бы, мы и так хотим это сделать, но плюс это еще для документов. Вот. Чтобы я могла здесь спокойненько остаться, вот, не переживать ни о чем, чтобы у меня была страховка. А страховка в США – это отдельная тема. Потому что болеть здесь дорого. Чихнуть дорого. Что угодно сделать дорого, если что-то с тобой не так. Просто посмотреть на доктора вот так вот, и уже 500 долларов. Звук такой, знаете. Ладно. Из причин, почему я не в США сейчас. Да. Здравоохранение меня не впечатлили, и поэтому я отказалась от этой темы. Ну, да. Это, конечно, такой минус. Вот. Но, как бы, нигде не идеально тоже. Нет ни одной. Просто я считаю, что нет ни одной страны, где по всем пунктам все будет идеально. Просто нужно для себя правильно выбрать приоритеты. Конечно. Каждый может найти что-то, что его здесь поможет. Да. Ну, вот. И, да, мы, получается, в марте этого года мы поженились. Вот. И тоже с политикой Трампа, такой антииммиграционный X2. Это, конечно, очень сложно. Очень долго ждать документов. И я решила, что я не хочу ждать. Что я не хочу вот мучиться с этим. Что-то там... Короче, я сделаю все сама. Вот. И поэтому я начала свой коучинг-проект. Я коуч по целеполаганию. Вот. Это самая интересная часть в нашем интервью. Мне всегда нравится, как люди себя реализовывают на новом месте. Итак, начнем с того, что на родине у вас было образование филолога. Да. Плюс на курсах психологии, я так поняла, вы учились, да? Да. Ну, я никогда не делала так, чтобы получить именно корочку или что-то такое. Я делала для себя, потому что мне всегда нравилось. Я всегда вот крутилась. У меня много знакомых психологов. Я всегда что-то выясняла, обучалась. Читала статьи каждый день просто перед сном. Ну, короче, я была полностью погружена, но никогда не решалась, наверное, получать образование в этой сфере. И вот переезд в Соединенные Штаты включил новые тумбли. Да, да. Вот. Я думала насчет того, чтобы пойти обучаться здесь уже в Университет психологии. Но после такого… сделала research, да, и поисследовала. И мы пришли к мнению, что в данный момент мы не хотим зависеть от одного места. Вот это самое главное. Мы не знали еще тогда, что пандемия. Пандемия, простите. Просто пандемия по-английски, я иногда это случайно. Вот. Мы решили, что не хотим быть привязаны там на несколько лет к одной точке, потому что мы очень хотим переехать в Нью-Йорк. Мы планируем, может быть, на следующую весну. Вот. Но для этого тоже нужно много чего подготовить, да. Это не просто взять, а так в другой штат мигом переехать. Из России в Соединенные Штаты это просто вот так взять чемодан. А из штата Боларада переехать в Нью-Йорк, это уже более проблематично. Нет, не в этом дело, на самом деле. Ну да, вы как бы сейчас сказали, я так подумала. Наверное, после того, как я перееду в Нью-Йорк, для меня это тоже вот так будет. Скорее всего. Вот. Просто сначала-то это кажется что-то такое, большое. Вот. Тут еще, знаете, на самом деле усложняется, что с ковидом мы еще как бы и ждем, и может быть, еще не до конца приняли решение, потому что сейчас в Нью-Йорке все закроется. Летом там было достаточно хорошо, они предприняли меры, и там было достаточно мало заболевших, вот, потому что действительно строго взялись. Что? Мало ограничений было. Ну вот сначала мало, а потом они очень много сделали, вот, поэтому все выровнялось. Многие рестораны открылись, но, естественно, они прямо перекрывали целые улицы ради того, чтобы рестораны могли вот вовне выйти, да, и поставить там столы и так далее, чтобы люди могли на улице кушать. Да, вот. И, но сейчас вот с приходом холодов не очень понятно, что будет, поэтому мы еще как бы, ну, немножко сомневаемся. Но это моя мечта. Я вот с тех пор, как несколько лет назад первый раз ступила просто вот на землю этого города, я поняла, что все, я пропала. Я влюбилась, как мастерили Маргарите, да, этот маньяк, который выскочил из-за угла. Разочаровал, конечно, в свое время, но я, видать, человек больших городов. Ну, это, как бы тут, это все индивидуально, то есть какой-то город, любая точка на карте мира, все, как и мы все, в принципе, индивидуально. Да, конечно. Вот, но я тогда пропала. Интересно, мы все разные. Конечно, да. Вот, и поняла, что все, надо. Мне надо. Вот. И вот, да, но пока не спешим, но планируем, надеясь, что на следующий, вот на весну следующего года, что все получится. Надо и деньги подкопить тоже, и сложно там найти, конечно, жилье. Там и условия такие достаточно жесткие, вот. Вот, а мы оба сейчас как раз вот в процессе взращивания своих бизнесов. Вот. Как я поняла, Катерина, у вас сейчас онлайн-бизнес, да? Да. И у вашего парня тоже онлайн-бизнес? Нет, он работает, здесь есть такая большая компания, в России, могут не знать, это Дэш, это стриминговая компания, типа Netflix, но по всем американским каналам. Вот. И у них есть подразделение, тоже большой слейн. И вот он работает в маркетинге там, но параллельно он еще работает над своим проектом, который вот ему прям по душе, в который он хочет потом уже через какое-то время полностью погрузиться и остаться там, вот. Такой правильный американский подход уже. Очень часто именно такие вижу подходы к своему бизнесу сначала где-то, параллельно начинаем развивать свое и потом уходим в свое. Кать, ну и, конечно, самый главный вопрос, да, как ты все-таки решилась начать новый бизнес, да, ты ушла от какой-то своей темы, в которой ты занималась в России, как ты организовала свой бизнес на новом месте? Полностью онлайн. Как я решилась? Я не то чтобы сильно решаюсь, наверное, на какие-то вещи. Знаете, после того, как я решила делать все, что я хочу, да, вопрос отпал. У меня уже нет такого барьера, что, о боже, а вот как бы мне это сделать, да? Вот этот шаг самый страшный, первый шаг. Нет этого шага на самом деле. Вот все, что, точнее как, он есть, но он не такой большой, как мы его рисуем в голове. То есть почему шаг выйти на улицу, ну я сейчас утрирую, да, но просто чтобы продемонстрировать, да, выйти на улицу где-нибудь или там пойти в ресторан, выбрать вот эту еду, да, вот это блюдо, кажется проще, чем, ну просто вот ты чего-то хочешь, да, и вот сделать вот это маленькое действие в сторону того, чего ты хочешь. На самом деле разницы нет. Просто надо привыкнуть. Это такая привычка принимать решения. Когда ты можешь просто, да, я этого хочу, так, что я могу сделать? Какой у меня план? Окей, вот такой план. Как можно вот, что я уже сегодня могу сделать? Окей, ну и ты это сделал. Я понимаю, что это звучит, кажется, что это звучит как-то странно или слишком просто, но на самом деле оно так и есть. Это привычка принимать решения. И вот эту привычку я прорабатываю как раз со своими клиентами, потому что решение принимает… Вот почему оно все просто? Это тема вашей работы. Ну это уже как результат, наверное, да. Когда я уже сама прошла через это все, поняла, что не так страшно, отряхнулась, повернулась к другим и сказала… Ну что же получится? Да, ну что же получится? Почему у меня получилось, у меня нет каких-то прямо супер… Я не какой-то необычный человек, не сверхъестественный, не суперумный, не там… Конечно, да, обычный человек, который знает три иностранных языка, который захотел путешествовать по миру, нашел волонтерские программы, поехал путешествовать. Совсем по-моему, я согласна. Ну, не знаю, мне кажется, что я вполне обычная. Вот. И да, вот с этим я… Это, наверное, это не то, с чем ко мне приходят люди. Ко мне приходят люди с тем, что у меня есть цель, я не знаю, что делать. Как бы, как ее разрешить, как подступиться, что вообще, как принять решение, там, да, как начать. Или, допустим, в результатах нет, знаю, да, но что-то не работает. И очень часто это как раз-таки… Ну, человек не просыпается с мыслью, что, о, сегодня новый день, мне надо научиться принимать решения. Не бывает такого, правильно? Человек думает, я хочу на новую работу, моя работа меня достала. Вот, и он уже от этого отталкивается. Ну, я, например, в свое время проснулась одним сентябрьским утром и решила, все, пойду подавать на визу в Испании и куплю билет в Испанию. Это мне пришло решение за одну ночь. Вот именно сделать этот шаг. Бывает так? Бывает так, да. Ну, как раз у вас, видимо, была какая-то потребность внутренняя, да? И, может быть, она зрела тоже какое-то время. Да, конечно, зрела очень долго, конечно. Вот, ну, просто не каждый может сделать этот шаг. Так как бы взять, проснуться и пойти. Нет, каждый может. Просто не каждый, на самом деле, хочет. И надо разобраться вообще, в чем проблема. Покрутить вот эти вот шурупики, там, гайки, да? И посмотреть, а что же там? Вот я как раз выступаю таким человеком, который в этом помогает. И, ну, не просто принять решение, но и продумать план, да? Стратегию, алгоритм действий, с чего начать. Ага, вот начали, что-то поделали, да, там, несколько недель, и возникает какая-то проблема, там, прокрастинация, не знаю, саботаж какой-то внутренний, да? Когда человек начинает вот против такого действия, неосознанно что-то делать. Вот, вот мы с этим всем и разбираемся. Упираемся, чтобы, чтобы не было, да? Бесконечно. Да, да. Слушай. Вы как-нибудь себя видите в дальнейшем в новой стране вашего пребывания в США, да? Какие-то у вас там планы есть новые, грандиозные? Или пока вы вот в масштабах только переезда в Нью-Йорк и дальнейшего развития своего бизнеса? Или, может, что-то более масштабное зреет у вас? Ну, вообще, есть такие наметки уже, да. Самая главная, да, первая ступень – это переехать в Нью-Йорк, желательно именно в Манхэттен. Люблю Манхэттен. Вот. Уже знаю, куда. Мне нравится West Side, поближе к парку или Greenwich Village. Вы знаете, может быть, смотрели, я думаю, многие смотрели там «Секс в большом городе», например. Да, вот то, что показывает, где Кэрри живет, это вот… Ну, пусть она сбудется. Она сбудется. Вот. Вот. И есть какие-то просто места. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот. Там я хочу продолжать заниматься коучной деятельностью, тоже развивать свои соцсети, да, продолжать устраивать личный бренд свой. И уже практику, наверное, масштабировать, то есть потихонечку собирать команду. Может быть, команду как раз-таки людей… Я, в принципе, мне спрашивают, а вот ты с кем хочешь, с русскими, да, мне кажется, это тоже важный вопрос по поводу эмиграции, с русскими или с американцами. Я тут не особо… Я не разделяю, если честно, это просто, если я продолжу работать с русскими какое-то время, ну, даже не с русскими, простите, вот, с русскоязычной аудиторией, потому что сейчас я работаю с русскоязычной аудиторией, потому что как раз мне нужно как можно больше практики, как можно больше кейсов, да, как можно… Чтобы я действительно чувствовала себя уверенно с людьми, которых я хорошо понимаю, потому что все-таки… Сначала все на своем языке родном. Да, да, вот. Потом я уже хочу перейти на англоязычную аудиторию, потому что она также… Она открывает тоже огромные просторы, просто весь мир, по сути. Вот. И мне хочется вот масштаба побольше. Лучше. И все, все наше. Что-что? Не слышала. Я говорю, и все будет наше, весь мир будет наш. А последняя страна для эмиграции? Последняя ли? Да, вот вопрос. Я не знаю. Вот. А, я же не закончила, да. Нью-Йорк. Да. Потом мы хотим переехать. Мы хотим несколько лет побыть в Нью-Йорке. Мы вот… Потому что я же все-таки не одна. Вот. Я в отношениях. Уже с законным мужем. Поэтому. Что? Считаться надо. Да, конечно. Вот. Я просто, когда говорю, вас… Ну, вы тихой становитесь, видимо, потому что звук от меня идет. Вот. И потом мы хотим переехать в Вашингтон, Ди Си, в столицу. Потому что это его самый любимый город. Вот. И он как раз-таки больше подходит уже, когда ты хочешь такой более устаканенной жизни. Потому что Нью-Йорк – это хасл, да, вот это сумасшествие, движение, люди. Вот эти интересные. Все время там кого-то встречаешь просто с какой-то невероятной историей. И вот я вот это люблю. Это вот мое. И его тоже. Но он все-таки, вот его сердце в Ди Си лежит. И я понимаю, я знаю, что вот с возрастом, наверное, я бы хотела переместиться в более такое спокойное место. Вот как в Ди Си. Но мне нравится, что там история есть. Я не могу. Вот, например, Денгар. Тут есть, в принципе, места с историей, да, но мне не хватает. Я вот после Москвы для меня это не так здорово. Вот. А потом уже, после того, как мы побудем в Ди Си, я не знаю. Гавайи. Я очень хочу тоже какое-то время пожить на Гавайях, потому что я люблю, абсолютно просто влюблена. Побывать на Гавайях – это была моя мечта. Вот знаете, как такой старый мультик есть «Лила и Стич». Вот там действие происходит на Гавайях. Я не знаю, почему. Я, видимо, в детстве смотрела, и у меня так отпечатался он, что вот это было для меня какое-то место такое просто… Что-то вот меня зацепило. И потом уже я стала расти, узнала, что есть такие острова и так далее. Вот. Но как бы кто был на Гавайях, да? Не так много людей. Не так просто туда долететь. Здесь, вот, конечно, было сложно реализовать эту мечту. И вот как раз год назад я ее реализовала. И это, конечно, фантастика. Это самое красивое место, которое я видела. Это просто, ну, не знаю. У меня челюсть отвисала просто в каких-то местах. Вот. Да. И там я тоже хочу какое-то время провести. А насчет других стран я очень хочу… Я безумно скучаю по Москве. Я прямо… Я сейчас не могу туда вернуться. Из-за процесса грин-карты. Вот. Потому что если я уеду сейчас из страны, я как бы придам процесс. Ну, это практически так и называется. Вот. И… Ну, меня, конечно, вот сейчас особенно под Новый год тяжелее всего. Вот очень тяжело на Новый год. Мне отлично. Вот. Особенно, когда ты знаешь, что ты не можешь поехать. Не то, что ты там не хочешь, да? А ты не можешь. Это вот еще больше, вот прям накрывает, облегчает. Что? Ну, не могу я. Оправдание для себя. Ну, не могу я поехать. Границы закрыты. Документы не позволяют. Нет? Не легче от этого? От осознания? Нет. Нет. Вот на прошлый Новый год вот Дерек мой, он вернулся как-то домой с работы. А я сидела, смотрела елки, ела мандарины и плакала. Это было 31-е, 30-е декабря. И он такой… Что делать? Вот. И он меня в охапку и отвез меня в магазин. Здесь есть такой славянский магазин с продуктами, такими, знаете, которым можно найти вот в глубинке там даже. Ну, тоже в Москве, но уже не везде. Все эти конфеты, там, коровки, там, не знаю, каракумы, икра, там, боржоми, ессентуки, пирожная картошка, там, оливье, вот, с шубой. Да-да-да, все вот эти салаты, варенье, там, соленые, засоленные, вот эти огурцы, помидоры, там, грибы, все-все. Вот. Короче, вот такой магазин. Он меня туда отвез. Просто, вот, я там просто вот так все набрала, все, что я могла. И 31 декабря весь день я готовила салаты. Первый раз, мне кажется, готовила все эти вещи. Вот так. Но мне еще никогда в жизни не приходилось 31-го все готовить, слава богу. Надеюсь, и не придется. Ну, на двоих, поэтому мне не нужно было… Для меня был кайф. Я включила, там, «Иронию судьбы» первый раз в жизни, мне кажется, я включила. Обычно насильственно она как бы работает, вот. И не то, что я ее не люблю. Я просто столько раз ее видела, что мои родители сентиментально смотрят ее всегда. Там, или, там, «Служебный роман», вот эти вот все фильмы, да. Я как бы, ну, я смотрю, потому что они там. Ну, желания так, чтобы я специально пошла включила, не было. А тут я вот на компьютере поставила, вот, нарезаю и смотрю. Вот. Такая небольшая вакцина привыкания и слияния двух культур. Да, ну, меня очень сильно поддерживает Дерек. Он очень любит и культуру, именно России, да. Это очень важная поддержка. Ну, вот, пообщавшись с вами, не знаю, сколько, практически час, да, я, вот, в принципе, то, о чем всегда говорю. То, что эмиграция, она не для всех на самом деле. Эмиграция для тех, кто сам принимает решения, который берет свою судьбу в свои руки и готов менять свой менталитет. Вот это вот ваше «делаю то, что хочу», это, скорее всего, то, что и предрешило ваш успех в эмиграции. Возможно, кто-то скажет, что еще рано об этом говорить. Я считаю, что нет, поскольку вы кайфуете на том месте, где вы сейчас живете. Ну, да, ну, порыдали, там, 30 декабря один раз, перед выходом, иногда можно слезинку ностальгии пустить, да, даже если... Это нормально, это абсолютно нормально. Нормально, даже без ностальгии бывает, они иногда там текут, тебя не спрашивают, почему. А так, только энтузиазм, умение отвечать за собственную судьбу и принимать решения для того, чтобы организовать свой бизнес, для того, чтобы собрать в правильный момент чемоданчик. Здесь я, в принципе, тоже с вами согласна, хотя я этим не пользовалась, да. С астрологами можно посоветоваться, есть специальные астрологи, вот я совсем недавно такую консультацию, например, проходила о том, где в этом мире находится та точка, где мне было бы максимально хорошо. Я эту точку посетила, мне там было максимально хорошо. И, в принципе, вот то место, где я живу, Сан-Себастьян, город в стране Басков, это тоже в Испании для меня самая кайфовая точка для того, чтобы я здесь жила. Хотя я сюда приехала абсолютно вот интуитивно, с какими астрологами не консультировалась. То есть, а вы ещё и с астрологами проконсультировались. Ну, это больше было, знаете, как такой каприз. Вот я много лет думала, мне интересно было, что там, да. Вот, это не, это бы не, наверное, не повлияло на моё решение. Вот, мне просто было интересно. Это был как один из примеров того, что я перестала откладывать. Я стала, окей, ну, хотел я, хочу я это, да, там, вот хочется, да. Давай. Лишний раз убедила вас в правильности решения. Да, мне сказали, что я человек, который несёт знания, и я могу максимально раскрыться как можно дальше от места своего проживания. Замечательно. Все способы хороши, тем более, если это поднимает наш уровень, как бы, вдохновления, скажем так, и подталкивает нас к таким серьёзным решениям. Ну, я думаю, будем заканчивать, да, потому что уже практически час мы с вами прогулали. Было очень приятно пообщаться. И думаю, что с Катериной у нас ещё будут совместные эфиры. На другие темы можно. Про менталитетные темы, на которые мы можем поговорить, и то, что будет, как бы, пойдёт в помощь для начинающим эмигрантам, тем, кто хочет решиться на эмиграцию, тот, кто уже решился, но по какой-либо причине что-то у него пробуксовывает. Ну, и просто для поднятия настроения. С вами так приятно. Спасибо за прямой эфир. Спасибо вам тоже. Мне очень приятно. Спасибо, что пригласили. Вот. Я всегда рада поделиться. Мне кажется, что это важно увидеть пример человека, который сделал что-то, что ты хочешь сделать, да, и как минимум понять, что, ну, это же возможно. Если она может, значит, и я смогу. Да, именно, да. На этом будем прощаться. Всем пока-пока. Спасибо, кто был с нами до конца. Не забывайте там внизу подписываться на мой канал и задавайте в комментариях вопросы и мне, и Катерине. Катерина зайдёт, будет вам отвечать, и я вам отвечу. Ну, или по вашим вопросам мы запишем ещё одно новое видео. Всем пока-пока. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...